Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и полетработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сёстры в тылу наших врагов, временно подпавшие под пига немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки разрушающие тылы наших врагов от имени Советского правительства и нашей Большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской Революции. Верелом для нападений немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда. Враг рассчитывал на то, что после первого удара наша армия будет рассеяла. Наша страна будет поставлена на колено. Но враг здесь только рассчитывался. Несмотря на временные неуспеши, наша армия и наш хлеб героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта. А наша страна, вся наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Должны, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните, в 1918 году, когда им праздновали первую годовщину Октябрьской революции, три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Ярдия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потерями нам. У нас не было союзников, у нас не было красной армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 19 государств населяли тогда на нас. Но мы не уливали. Не падали, в одну войну организовали под нами красную армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Сух Великого Ленина возглавлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории. И добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 20-30 годов. Наша страна во многу раз богаче будет и промышленностью, и продовольственным, и Сирио всем 23 годов. У нас есть такой союзник, держащий вместе с нами единый фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствия и поддержку всех народов Европы, отставших в противогибелевских деяниях. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флот, против отстаивающей свободы и независимости нашей эмоции. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в облудировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, нашу плоту, а вот этим разбит охватнические органы немецких пашистов. Наши людские раздели не исчерпают. Но в великолепии его помережное знамя вдохновляют до степени на отечественную войну, так же, как 23 года поднялись. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают некоторые перепуганники интеллигентники. Не так страшен черт, как его волюют. Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала политическое декство в сваленные немецкие войска? Если судить непохвастливым заявлениям немецких пропагандистов о подъяснительном доложении, Германии нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает крови, ее людские резервы истекаются. Дух возмущения овладевает не только народом Европы, подпавшими подъедом немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны. Немецкие захватчики запрягают последние силы. Нет сомнения, что Германия не может быть в этом долго, как лопала напряжение. Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть годик. И гитлера русская Германия должна лопнуть под тяжестью своих местных тренеров. Товарищи красноармейцы краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силуспособные уничтожить разбойничея горды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игрок, немецкие тираны, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Будьте же достойны, мне кажется. Пусть в этой войне вдохновляет вас множественный образ наших великих предков. Пусть осенит вас неповедимое знамя великого лета. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецких оккупантов, нас здравствует наша славная родина. Ее свободно, Ее независимо. Под знаменем Ленина вперед, победа! Батальонными колоннами проходили участники парада мимо Ленинского мавзолея. Закаленные в боях отважные пехотинцы, герои Великой Отечественной войны. КОНЕЦ КОНЕЦ Славные отряды вооруженных рабочих, готовых сражаться до последней капли крови за свой родной город. На площадь вступает кавалерия. Еще не раз красная конница даст почувствовать врагу силу своего сабельного удара. КОНЕЦ 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 Слава героям-артиллеристам, мужественно отражающим фашистские полчища. Парад завершили 200 танков, 200 стальных крепостей, готовых грозной смертью обрушиться на фашистскую гадину. Снежный Буран не дал возможности принять участие в параде 300 самолетам, в полной готовности, ждавшим приказа о вылете. Осененные победоносным знаменем Ленина, ведомые Сталиным, советский народ и его Красная Армия разгромят и уничтожат немецких захватчиков. Наше дело правое! Победа будет за нами! КОНЕЦ КОНЕЦ